очередной сравнительный тест шин мы проводим на полигоне консидром в германии я нахожусь на скоростном вираже вот этого кольца где автомобили разгоняются до 250 270 километров в час собственно говоря наши 17 дюймовые шины размерности 225 45 r 17 и рассчитаны на такие скорости у них маркировка от ви до вай то есть от скорости 240 километров в час до 300 километров в час но естественно мы разгоняться до таких скоростей не будем хотя бы потому что автомобиль у нас гражданский skoda octavia не позволит нам так ездить да и не нужно это основная задача нашего теста ответить на вопрос какие из 11 моделей шин наилучшим образом сбалансированы по показателям удовольствие от вождения безопасности и комфорта поскольку речь идет не о топовых моделях не а шинах ultra high performance от которых мы ждем прежде всего удовольствие от вождения а о покрышках на шаг ниже на класс ниже летом попасть в аварийную ситуацию на мокром асфальте довольно легко поскольку коэффициент сцепления шин с дорогой уменьшается и все производители работают над тем чтобы улучшить сцепные свойства именно на мокром покрытии и вот сейчас упражнение торможение с 80 километров в час на специально залитом водой участке асфальта я разгоняюсь до 85 аппаратура будет фиксировать тормозной путь с 80 до 20 километров в час вот в этом диапазоне выхожу на участок торможу в пол на этом упражнении лучше всех выступили шины michelin пилот спорт 4 неплохо показали себя шины ханкук пирели континенталь ну а вот сайдерах отечественные вятти и в общем то это ожидаемо поскольку цена этих шин заметно ниже чем у зарубежных конкурентов и естественно что при такой цене они должны приносить в жертву что-то тут они приносят в жертву как раз цепные свойства на мокром асфальте а теперь испытание на аквапланирование автомобиль установлен на специальном рельсе при помощи вот этого аппарата он движется строго по колее левые колеса движутся по ванне с водой глубина воды 9 миллиметров правые идут по обычному асфальту и аппаратура измеряет разницу во вращении колес частоте вращения как только эта разница зафиксирует 15 процентное проскальзывание левой стороны это значит наступило акупланирование шина всплывает над поверхностью дороги любопытно что в нашем тесте шины якогама единственные с направленным рисунком протектора и именно они показали наихудший результат наименьшую скорость движения по ванне с водой почему так происходит да потому что направленный рисунок это еще не значит автоматически что шины будут лучше всех работать на воде и остальные покрышки с асимметричным рисунком протектора справляются лучше чем якогама с направленным лучше всех в этом упражнении наивысшую скорость продемонстрировали шины michelin тоя и континенталь третий день испытаний не пора ли поскользить поскользить по этой великолепной трассе мокрой управляемости на шкоде октаве не отключаемая система стабилизации но пришлось ее деактивировать чтобы не спалить задние тормозные диски отключили принудительно и sp отключили abs как ведет себя октаве на разных покрышках как начинаются скольжения именно из этого складывается субъективная оценка управляемости ну и параллельно естественно идет засечка времени оказалось что наивысшую скорость движения по мокрому асфальту обеспечивают шины michelin и континенталь разница между ними всего лишь 7 сотых секунды вот такая упорная борьба но к сожалению остальные участники в эту борьбу ввязаться не смогли и например у шин кумха тоя якогама отставания 4 5 а то и больше секунд на полутора километровой трассе но больше всех отстали шины вятти у них разница с лидером составляет где-то семь с половиной секунд и несколько слов о комфорте если бы я выбирал покрышки для своего автомобиля и хотел бы максимальной плавности хода то я бы не выбрал ни одну из представленных в тесте шин по одной простой причине это 17 дюймовый низкопрофильные изначально более жесткие покрышки лучше перейти на дюйм ниже и выбрать 16 дюймовые модели но поскольку у нас тест в одинаковых условиях одной и той же размерности шин то мы проводим сравнение плавности хода skoda octavia на разных покрышках для этого я выруливаю на специальный трек с неровностями здесь и волна здесь и поперечные швы и трещины выхожу на заданную скорость 45 километров в час и впитываю ощущение да машину трясет но ее трясет по-разному с разной частотой и с разным уровнем вибраций на разных покрышках сейчас я еду на одной из самых мягких и комфортных шин это покрышки континенталь также им конкуренцию могут составить шины гудиер если же говорить о жестких шинах то в нашем тесте это покрышки тоя и michelin да да во всех других дисциплинах французские шины показали себя с очень хорошей стороны но по части комфорта они выглядят довольно бледненько жестковатой ну и напоследок оценка управляемости на сухом асфальте на контидроме есть шикарная трасса управляемости с полным набором поворотов разной крутизны дуги где skoda octavia 150 сильная всего лишь skoda octavia развивает скорость 150 километров в час есть шпильки под вторую передачу то есть моя задача пройти по оптимальной траектории на каких-то шинах это сделать проще на каких-то естественно сложнее основная здесь задача это оценить поведение skoda на разных покрышках и могу сказать что самыми приятными при езде по сухому асфальту оказались шины michelin pilot sport 4 хорошо ведут себя и покрышки continental на них тоже можно ехать и быстро и с удовольствием если говорить об аутсайдерах то здесь опять шины viati причем они по времени отстали не так уж и много но появляется какая-то неоднозначность в реакциях появляются лишние отклонения от траектории на дуге поворота особенно на ходовой дуге это неприятно когда начинаются скольжение ну и сами скольжение более растянутая и даже подписку шин можно сказать какого они качества то есть те шинки которые начинают рано и жалобно подпискивать это как раз те у которых низкие сцепные свойства и естественно в нашем рейтинге они займут не очень высокое место